День добрый, уважаемые коллеги! Сегодня мы представляем симпозиум нашей Байкальской психосоматической ассоциации. Это один из центров, где психосоматика у нас активно развивается. Первую конференцию мы провели еще в далеком 2005 году, 16 июня тогда было мероприятие. А пять лет назад в этом году у нас юбилей, собственно, Байкальской психосоматической ассоциации. И мы хотели с вами обсудить проблемы взаимосвязи кардиологических проблем и душевных расстройств. Ну и первый доклад будет посвящен клиническим рекомендациям по психосоматике, относящимся к проблемам кардиологии, поскольку у нас это симпозиум под эгидой российского кардиологического общества. Ну вот здесь перед вами картина разновидности коморбидности, то есть это сочетание двух и более заболеваний. Это может быть соматическая коморбидность, когда встречаются два заболевания соматических. Это может быть психическая коморбидность, ну, например, да, тревога и депрессия, или расстройство личности, и обсессивное расстройство. А сегодня мы будем обсуждать психосоматическую коморбидность. Это более продвинутый, более сложный вид коморбидности, и, соответственно, он отражает более тяжелое состояние пациента. Данное положение иллюстрирует ряд исследований, в том числе вот это последнее крупное метааналитическое исследование, которое показывает, что ожидаемая продолжительность жизни и выживаемость в большей степени снижена у пациентов с коморбидными психическими и соматическими болезнями, по сравнению с теми, у которых есть только психические или только соматические коморбидные болезни. Очень важной позицией является двунаправленность психосоматических связей в большинстве изучаемых ситуаций. И психическое расстройство или симптомы могут повлиять на течение коронарной болезни сердца, инсультов. И наоборот, естественно, соматическое заболевание может усугубить или вызвать даже психическое расстройство, что очевидно, и таких исследований у нас в последнее время все больше и больше появляется. Почему рекомендации? Потому что нормативная база обязывает врачей применять диагностические лечебные решения, основанные на нормативных документах. Для нас, согласно 323-му федеральному закону, являются это все-таки клинические рекомендации. И они важны в плане не только оптимального выверенного лечения, но также и контроля со стороны соответствующих органов. Что касается рекомендаций по психосоматической проблематике, их довольно много. Большое число зарубежных рекомендаций в области общей практики, семейной медицины. Много рекомендаций у кардиологов есть по разным аспектам. Есть и рекомендации по психиатрии, безусловно. Например, самые авторитетные рекомендации в области психиатрии считаются рекомендацией Американской психиатрической ассоциации. Вот перед вами рекомендации по депрессивному расстройству. И здесь вы видите большой раздел, посвященный соматическим проблемам. Американская психосоматическая ассоциация выпускает и классическое руководство, является фактически Библией для нас, посвященной психосоматической медицине. В 2019 году вышло третье уже издание. Это очень большой такой толстый талмуд. Он у меня есть, и я его читаю периодически, сверяя позиции по развитию психосоматики. Что касается отечественных психиатрических рекомендаций, то там, к сожалению, психосоматическим расстройством, проблематике психосоматической не уделяется внимания. То же самое касается, кстати, рекомендаций российских кардиологических обществ. Если взять, допустим, рекомендации Европейского общества кардиологов, то там нередко обсуждается вопрос о коморбидности, в том числе психосоматические аспекты. А вот отечественные рекомендации, возьмите, например, рекомендации по хронической коронарной болезни или ишемической болезни сердца, там этого раздела вообще даже нет. Это, конечно, связано во многом с тем, что рабочая группа, экспертная российская, они побаиваются выйти за вот эти красные флажки, да, за рамки европейских и других международных организаций. И это, конечно, существенно ограничивает развитие российской науки, в том числе и в области психосоматики. Очень важно, чтобы рекомендации были не просто, да, изложением исследований в этой области, а главное, чтобы они содержали критерии, да, классы рекомендаций, уровень доказательств. И таких рекомендаций оказывается вот с классом и уровнем доказательств. В области психосоматики всего два я нашел. Это вот рекомендации по профилактике сердесудистых заболеваний, которые в 21-м году выпустило Европейское общество кардиологов. Там есть небольшой маленький раздел, вот вы видите, вот перед вами он. Там некоторые позиции весьма так фрагментарно представлены по психосоматическим проблемам. И второе – это вот австралийские рекомендации, касающиеся психосоматических аспектов. И все, все остальные рекомендации не включают ни класс, ни уровень доказательств. Поэтому в целом они не могут так уж прямо использоваться широко, как нормативный документ в практической медицине, особенно в России, с учетом 323-го федерального закона. Основная проблема составления рекомендаций в области коморбидности и психосоматики заключается в том, что очень мало рандомизированных контролируемых исследований. Они считаются самыми надежными. И на них, собственно, и строятся во многом рекомендации первого А-класса, первого Б-класса даже. Но я хочу сказать, что даже если мы берем наблюдательные исследования, если они достаточно большие, и если там использованы современные технологии анализа с так называемой методикой псевдорандомизации, то это довольно надежное исследование, и выводам можно доверять. Вот здесь вы видите одно из исследований, которое сравнивало рандомизированные наблюдательные высокого класса исследований. И посмотрите, довольно большой процент совпадений, выводов рандомизированных и наблюдательных исследований. Поэтому в целом наблюдательные исследования хорошего класса, большого объема можно и нужно использовать в качестве создания рекомендаций в области психосоматических проблем. Ну вот я постарался вместе с коллегами Байкальской психосоматической ассоциации и другими специалистами подготовить такой проект в области кардиологии, касающейся диагностики и лечения пациентов с коронарной болезнью. Почему? Потому что коронарная болезнь, во-первых, это самое опасное заболевание, именно большая часть смертей в кардиологии связана именно с этим заболеванием, во-первых, а во-вторых, это самоизученное заболевание. И поэтому здесь в целом есть немало исследований, в том числе рандомизированных, на основании которых можно построить уже более-менее надежный документ. Ну и здесь я хочу обратить внимание, и это подчеркнуто и в других зарубежных рекомендациях, и отечественных в том числе, что врач-интернист и кардиолог может диагностировать не тяжелое психическое заболевание, и назначить лечение, безусловно, если у нее есть подготовка в этой области. И в дальнейшем крайне желательно, чтобы психиатр еще раз посмотрел эту ситуацию, проконтролировал, одобрил. И вот такой совместный тандем, безусловно, считается самым оптимальным в ведении пациентов с соматическими и психическими заболеваниями. Что касается широкого скрининга и тревожных, и депрессивных расстройств, он не всегда оправдан в целом. Ну вот здесь вот приведено исследование, которое оценивало скрининг депрессии у пациентов с острыми коронарными синдромами. Ну обычно с помощью опросников популярных. Выяснилось, что если у пациента в анамнезе нет депрессии, то вот всем подряд проводить скрининг депрессии нецелесообразно. Это не влияет на исходы этого опасного заболевания. Что касается психометрических шкал, да, они, конечно, в работе интерниста облегчают ситуацию, потому что можно поручить, это так за рубежом и делается, чтобы медсестра провела опрос, и можно какую-то группу риска выделить и с ней уже более предметно поговорить. Хотя должен сказать, что, конечно, к психометрическим шкалам нужно относиться осторожно, потому что это во многом так, как пациент хочет себя показать перед врачом. То есть, безусловно, просто так механически полагаться на психометрические шкалы нецелесообразно. Ну, а что касается использования их, то, ну, вот есть PHQ-9, допустим, да, ГАД-7. Есть даже короткие варианты специально для интернистов, созданные, например, показано, что PHQ-2, допустим, так же точно примерно, да, как PHQ-9 с девятью вопросами. То есть, можно использовать даже и сокращенные варианты, ну, потому что в практике интернистов у нас нет столько времени беседовать, там у нас поток больных и тяжелых больных достаточно. И для скрининга можно использовать в ряде случаев и укороченные варианты опросников. Но следует, безусловно, понимать, что эти опросники, они ориентированы в линии симптомов, да. Это не диагноз, безусловно, да, а в медицине принято, да, устанавливать диагноз конкретного расстройства, будь то генерализованное тревожное расстройство, там депрессивное расстройство с эпизодами, и в зависимости уже от диагноза назначать лечение, продолжительность его оптимальную и так далее. Поэтому, конечно, это опросники не отменяют, а просто должны поддерживать, да, дальнейшее уже более точное оценку психического состояния пациента. Ну и здесь вот достаточно большой раздел рекомендаций, касающихся вот использования антидепрессантов, других препаратов. То же самое с градацией рисков, с уровнем доказательств. И мы выложили это в открытом доступе, и мы надеемся, что и психиатры, и интернисты примут участие в подготовке, потому что дальше развиваться психосоматика, если мы говорим о практическом применении, да, не может без наличия нормативного документа, по крайней мере, вот рекомендации. Мы надеемся, что этот процесс должен рано или поздно привести к формированию нормативного документа, консенсусного вместе с психиатрами, кардиологами. И тогда гораздо проще будет врачам диагностировать и назначать адекватное лечение пациенту. Очень важно понимать, что есть и не медикаментозные отведения. Физические нагрузки очень широко используются в кардиологии для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, коронарных, даже сердечной недостаточности. И, естественно, не нужно забывать, что физические нагрузки уменьшают выраженность тревоги и депрессии у пациентов с коронарной болезнью, даже без коронарной болезни, да. И они также могут использоваться вот для коррекции душевных расстройств. В рандомизированных исследованиях, относительно небольших, в области коронарной болезни достаточно. И тем не менее, очень важно, чтобы это были последние по времени исследования, потому что у нас постоянно меняется лечение коронарной болезни, становится более эффективным, более агрессивным. Ну и вот чаще всего в последние годы обсуждается корейское исследование ДЕПАКС, которое использовало на рандомизацию. Там было четко показано, что депрессия, особенно более тяжелая на уровне депрессивного расстройства, повышает риск сердечно-сосудистых событий после острого коронарного синдрома. И очень важно, что лечение эсцеталопрамом, там проводилось в дозе от 5 до 20 миллиграмм, давалось на протяжении полугода, посмотрите, заметно снижает частоту сердечно-сосудистых событий, что крайне важно. То есть мы наряду с антитромботическими препаратами, статинами, получаем еще один инструмент для не только снижения уровня депрессии и тревоги, не только инструмент для повышения качества жизни, но и также дополнительно снижаем наши сердечно-сосудистые события, включая инфаркты, миокарда, смерти коронарной и так далее. И очень важно нам учитывать, ну самая популярная группа – это, конечно, селективный ингибитор обратного захвата серотонина. Как правило, используется в кардиологии, в коронарных болезнях. Это либо сиртралин, несколько реже используется эсцеталопрам, поскольку они более изучены, иногда мертозапин используется. Но следует понимать, что селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина, в том числе, кстати, Они обладают антиагрегатным эффектом. А поскольку у нас сейчас очень агрессивная противотромботическая терапия, вот мы на грани буквально кровотечения ведем тяжелых пациентов, надо понимать, что назначая эти препараты, мы вообще-то повышаем риск кровотечения. И, может быть, когда-то нужно пересмотреть нашу тактику ведения. Тем более, вот есть ряд ингибиторов обратного захвата серотонина, которые могут снизить эффект лапидогрыла в частности. И посмотрите, на 12% у нас увеличивается частота ишемических событий. И флуоксетин, и флуоксамин в принципе используются периодически в отечественной практике достаточно широко. Конечно, мы в основном используем медикаментозное лечение. Почему? Потому что психотерапевтическое лечение требует серьезной подготовки, это требует неоднократных сеансов, это требует довольно больших ресурсов, потому что это дорогое лечение. И есть проблемы, безусловно, и с качеством психотерапевтической помощи. Все-таки эта служба у нас во многих регионах развита недостаточно, безусловно. Но следует иметь в виду, что это довольно мощный инструмент лечения нетяжелых депрессивных и тревожных расстройств и сочетанного лечения медикаментозного. И обратите внимание, вот этот последний метаанализ рандомизированных исследований показывает, что психотерапевтическое лечение может снизить риск сердечно-сосудистых событий, инфарктов миокарда, стенокардии у пациентов с коронарной болезнью. Очень важно. Хочу обратить ваше внимание на то, что у нас 23-24 августа с локализацией в Иркутске пройдет 19-й конгресс Азиатского колледжа психосоматической медицины. Можно зайти на сайт конгресса, на сайт нашей Байкальской психосоматической ассоциации и принять активное участие в этом международном форуме. Спасибо, коллеги, за внимание.